Хочу поделиться некоторой мыслью про яблони. Дальше начинается нормальная работа. До приезда к вам в 2010 году посадил несколько яблонь. Купленных в одном из питомников. Так вот эти яблони заплодоносили первый раз на 8-9-10 год посадки. Яблони привитые на месте, на Сибирку. Выращенную из семечек в 16-17 году. Представляете, посадили в 16-17 году подвой Сибирку. Вашими черенками. Заплодоносили в этом году. Ну вот скажите это. Казалось бы, фантастика, да? А эти, которые уже были год-два наверняка, купленные, уже был год-два. И ждали 8-9-10 лет посадки. Вот. Ну я вам так скажу. Как бы сказать. Ну это учеба. Давайте вспоминать. Вы в 2010 году у меня еще не были. Той фотографии где-то, наверное, лет 7-8. Вы их обрезали, когда купили? У меня такое. Если не обрезали, то несколько лет уходит на восстановление. То есть, ни живы, ни мертвы. Поэтому, может быть, поэтому, что они не обрезаны, с искалеченными корнями, само собой. Но это просто моя версия. Потому что привиты все равно не должны так долго ждать. Так. Возник вопрос. На что привают питомники? Да. Мне это тоже интересно. На что привают? Вот. Кстати, вы до сих пор, гражданка Матвеева, вы до сих пор с этим овским питомником до конца не разобрались. Это ваше будущее. Не те будущее, а сегодняшние соперники. Почему нужно ждать 10 лет начала плодоношения? Ну я примерно сказал. Посадили не это. Они долго болели. Так. Агротехника одинаковая. Результат разный. Еще замечено. Если не формировать крону. Ну, я надеюсь, что не в момент посадки вы имеете ввиду, а в дальнейшем. Яблоня подстраивается под свой урожай и придает силу ветвям. Урожай был очень большой, подпорки не делали. Сломалась только одна ветка на Антоновке. На Антоновку, как вы говорите, без валидола не глянешь. Она удивила нас больше всего громадными яблоками. Ну я в хорошем смысле без валидола. Она удивила громадными яблоками. Остальные целые. Хотя и опустились вниз по тяжести яблок. Видите, не надо делать никакого этого. Никаких там идиотских этих, как их еще называют, чашеобразных и прочее. Это был, конечно, жесткий эксперимент. Но что-то мне подсказывало, что яблони справятся. Я в них верила. Спасибо, значит, вы мне тоже поверили. Вывод. Природа очень мудра. Наше дело посадить, поливать и собирать. А вот избыточная забота формировкой другой, это лишнее. Я, кстати, железу призываю только формировку, чтобы прижать к земле. К земле прижать, потому что это опасно, все эти высокоросые деревья. Валерий Алексеевич, помогите определить сорт. Яблони не от вас, но мне она нравится. Характерная черта растянутая созревание с августа до снега. Можно лакомиться наивкуснейшими яблочками длительное время прямо с ветки. Яблочки очень вкусные, крупного размера. Хранятся они очень хорошо, до месяца. Имеют не типичный наплыв на хвостик. Смфота. Крона широкая, разряженная. Из питомника заплодносила 10-й год и сразу обильно. Так, ну вот видите, из питомника вы получили хороший сорт. Хочу перейти на Сибирку и знаю, что за сорт. Можете ли опознать? С уважением от Вея Натальи. Я пока взял, тут интересно, я получил 3 письма. Это первое. Да нет, скорее второе. В общем, 3 письма. Это второе, первое, третье. Я, настолько мне понравились эти письма, я растягиваю удовольствие. Вот сейчас с этим разберемся. На следующем вебинаре еще интереснее письмо. А на следующем вебинаре еще интереснее письмо. Письмо. Шикарнейшие фотографии. Вот, и я растягиваю удовольствие, потому что это моя гордость. Моя. Вот. Смотрим дальше. Вот такую фотографию посмотрели. И вот такую. Значит, я нечто подобное видел у Чернобаева. Позвонил ему. Он в отъезде. Вот. Вроде бы видел такие. Есть такие, но назвать сорт я не могу. Это не мое. То, что вам понравилось, это замечательно. Опознать его может, поможете вы, друзья. Потому что оно очень характерное, видите, с этими наплывчиками. Его спутать невозможно. Наверное, как кто-то из вас, может даже прямо в течение часа-двух, пока мы общаемся, кто-то и скажет, что он точно знает название сорт. И сообщит Наталье Латвеевой. Вот ей. О, что я один должен за все отвечать. 50. Под одним данным. 5 тысяч сортов яблой на планете. Под другим 50 тысяч сортов яблой. Так. Когда я посмотрю эту фотографию, я протер глаза. Думаю, не мое. Мои два раза меньше. Это порядка 400 грамм, 450. Это то, что я увидел на глазок. Вот. Потом приходит письмо вашего, Валерия Константиновича. А у меня два раза меньше. Вот. И опять я вспоминаю пральские яблоки. Про то, про то, про то. Вот. Вспомнил, где я доставал. Как раз были такие. А у меня они взяли, да. Уменьшили сами. Вот. А потом сосед взял и уничтожил ее. Это тот, что... А, вот. Вариант с крупными яблоками уничтожил. Обрезку сделал. Им Антоновка погибла. Вторая Антоновка у меня жива, но дерево молодое. Дало первого рожа и опять в два раза меньше. Вот так. Так что теперь самая крупная Антоновка перешла к вам. Вот. А мне, чтобы это такое же было. Мне теперь надо там, у меня молодое дерево Антоновки есть. Мне надо ей заниматься. А у меня ни сил, ни здоровья. Елена Александровна Савинич. Запишите где-нибудь. У вас сейчас такой возраст, молодой. У вас такой сейчас энтузиазм, что вы готовы всю планету обнять. Объять. А это, как говорил, поговорка объять необъятная. Вот. Запоминайте. У меня есть где деревца Антоновки. Я большим заниматься не буду. Сергей тоже. Так. Торгую пивом. Так. Так.